Эпидемиологическая обстановка в Свердловской области остается сложной. Это стало определяющим условием при подготовке и проведении одного из самых массовых спортивных мероприятий в стране – гонки «Лыжня России-2021». С подобными ограничениями организаторам соревнований не приходилось сталкиваться никогда. Год назад центральные региональные старты «Лыжни России» собрали 17 тысяч профессионалов и любителей этого вида спорта. По предписанию Роспотребнадзора, нынче массовый заезд решили отменить. Своё мастерство на «Горе долгой» демонстрировали 158 спортсменов. А сбор участников проводился в соответствии с рейтингом, основанным на показанных результатах. Мужчины и женщины преодолевали 10-километровую дистанцию свободным стилем. Юноши и девушки бежали по 5 километров. Пандемия нас никогда не остановит, потому что здоровый образ жизни, энергия, которую мы получаем на спортивных соревнованиях, позволяет нам чувствовать себя очень уверенно. Я уверен, что те соревнования, которые проводятся здесь, а сегодня мы проводим сильнейший забег, позволят нам увидеть новые лица, новых героев, которые будут прославлять Свердловскую область и нашу страну на лыжных соревнованиях. Подготовка к «Лыжне России-2021» по признанию гонщиков оказалась несколько скомканной по причине стоявших на неделе холодов. На трассу уходили уже при минус 15 градусах. Победителем среди мужчин стал Никита Ступак. Стараюсь ежегодно принимать участие. Последние два года второй был, все не удавалось, совсем чуть-чуть, то есть на финише буквально как бы не мог подержать. В этом году, может быть, чуть пославше конкуренция, не знаю, но в целом удалось, очень рад этому. Лидерство среди женщин с первых метров захватила Анна Медведева. В дальнейшем ее преимущество только возрастало. К финишу обладательница первого места пришла в гордом одиночестве. Не сказать, что я довольна, потому что бежала тяжело, пришлось терпеть. Но как бы выиграла, конечно, я рада, но хотелось бы еще больше выиграть. С учетом того, что у меня особо не было моих сильных соперников, но все равно пришлось поработать. В рамках традиционной декады лыжного спорта в регионе состоялись забеги дошкольников, школьников, студентов. Организованы они были на предприятиях. Все желающие могли выйти на трассу и зарегистрироваться онлайн на сайте «Лыжней России». Конечно, жаль, что столь массового забега, который мы могли себе позволить до установки ограничений, мы сегодня не увидели. Но захватывающий спортивный праздник получился. Желаю всем спортсменам побед и успехов. Ну а любителям лыжного спорта тоже хорошего настроения. По итогам спортивных соревнований ценные призы вручены первым шестеркам лучших в каждой категории. Анна Медведева и Никита Ступак стали обладателями главных наград – снегоходов.